всем привет вы на моем канале о вязании сегодня я хочу показать вам как связать вот этот вот замечательный узор он достаточно эффектный такой объемный напоминает он звездочки еще его называют кувшинки очень просто исполнением раппорт узора 4 петли и 4 ряда вот так он выглядит с изнаночки отлично подойдет для вязания как взрослых так и с детских изделий образец выполненный 100 процентов мериносовой шерсти с метражом 50 граммов 90 метров спицы номер 4 итак давайте приступим для вязания образца поворотными рядами нам необходимо набрать сами количество петель кратное четырем плюс 2 петли кромочные и 3 петли для симметрии набирая обычным способом набрали наши петельки разворачиваем работу и первый ряд первый ряд у нас изнаночный кромочную петлю снимаем так секундочку и все петли провязываем изнаночными последнюю кромочную провязываем изнаночной провязали первый ряд разворачиваем работу второй ряд кромочную петлю снимаем далее заводим правую спицу в 3 лицевые петельки вот таким образом захватываем рабочую нить вытягиваем вырезали одну лицевую петлю не снимая со спицы 3 петли делаем накид и еще раз вывязываем одну лицевую петлю то есть из трех петель мы вырезали 3 снимаем со спицы 1 лицевая это наш раппорт повторяем из 3 петель вывязываем 3 вырезали одну накид и еще раз одну получилось 3 1 лицевая провязали 2 раппорт петли для симметрии их мы провязываем вывязываем из 3 3 вырезали одну накид вырезали еще получили 3 кромочную провязываем изнаночной провязали второй ряд разворачиваем работу третий ряд кромочную петлю снимаем и все петли провязываем изнаночными вот таким образом этот узор провязывайте по свободнее чтобы полотно у вас не стягивал провязали мы третий ряд разворачиваем работу и четвертый ряд кромочную петлю снимаем и далее мы будем с вами провязывать наш узор в шахматном порядке вначале вязание мы провязываем 2 петли лицевыми и далее переходим к вязанию основного раппорта кром из трех вывязываем 3 одну провязали накид еще раз одну провязали снимаем со спицы 1 лицевая провязали раппорт далее 2 раппорт из 3 вывязываем 3 одну провязали накид и опять вывязываем еще причем из 3 3 1 лицевая это наш второй раппорт и в конце ряда у нас еще одна петля для симметрии ее мы провязываем лицевой кромочную изнаночной все мы провязали с вами раппорт высоту далее повторяем с 1 по 4 ряд на необходимую высоту вот такой незатейливый простой узор вяжется достаточно просто на этом все надеюсь видео вам понравился было полезным подписывайтесь на канал включать уведомления о новых публикациях всем всего доброго ровных 7 петелек и до новых встреч